МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь-4 Гомель. Из всех событий уходящих 7 дней мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте. Праздник всех поколений. Вспоминаем самые яркие события Дня независимости. Пополнение бюджета, стабильность экономики и общества. Сотрудники налоговой службы сегодня отмечают профессиональный праздник. Человек года. Новости недели начинают цикл сюжетов, посвященных обладателям премии Гомельского областного исполнительного комитета. Все подробности этих и других событий из жизни региона в ближайшие 26 минут. Торжественные шествия, оружейные залпы, флаги и сверкание медалей на ветеранских мундирах. День независимости в Гомельской области отметили ярко, зрелищно и масштабно. В демонстрации, которая прошла по улице Советской Гомеля, участвовали около 20 тысяч человек. Представители власти, духовенства, предприятия, учебных заведений, спортсмены и самые почетные участники праздника – ветераны. День независимости глазами наших корреспондентов в следующем сюжете. Это то, что сближает. На праздник идут в одиночку или с родными, друзьями, коллегами. А потом десятки тысяч человек становятся одним целым, единой силой. Непогода в этот день, наверное, кого-то оставила дома. Но для многих принять участие в праздновании Дня независимости – не только обязанность, но и особая честь. Почетные гости праздника – ветераны войны и труда. Одни добывали для нас мир, вторые возрождали разрушенные города и вдыхали в них жизнь. Уважаемые молодежь, уважаемые ветераны, здоровья всем, радости, счастья. И чтобы этот праздник постоянно чтился в Беларуси и никогда не забывался. Мирное время, хорошо жить, учиться, быть счастливыми. Хорошее детство у нас. У нас детства не было. Нас бомбили, морили голодом, умирали с голодом. У меня были одни кости уже. Готовы были к смерти. Каким чудом осталась жива и вот попала в Белоруссию. Вышла замуж и попала в Белоруссию родную, хорошую. Работала здесь. День независимости – это радость для всех белорусов. Для меня особая радость. Потому что я воевал в Белоруссии, в боях, участках в Белоруссии. Много моих друзей погибло под Рогачевым в боях. Ну, особый праздник для меня, как для военного. Особый праздник – День независимости Республики Белоруссия. 20 тысяч участников демонстрации колонной двигались по улице Советской до площади труда. Там состоялся торжественный митинг и церемония возложения цветов и венков к братской могиле советских воинов и подпольщиков. А потом небо над Гомелем пронзили оружейные залпы, как дань уважения тем, кто больше не ходит по этой земле. Но благодаря им по ней свободно ходит новое поколение белорусов. 3 июля Первый Белорусский фронт освободил столицу нашей Родины – Минск. Поэтому это самый дорогой праздник для нашего народа. Наша страна получила самостоятельность, независимость. Живем мы, ничего не боясь, слава Богу. Я думаю, что с каждым годом мы будем жить лучше, лучше и лучше. А город наш каждым годом хорошеет, хорошеет и становится все моложе, моложе не своей 800 с лишним лет. Здоровья всем, благополучия, счастья. Пусть всегда над вами будет мирное небо. Пусть никогда не увидите вы горя и слез матерей, детей, отцов, бабушек, дедушек. Время суток. Всего самого-самого наилучшего в вашей жизни. Торжественные мероприятия в этот день прошли в каждом районе Гомерской области. Так в Речице состоялся митинг «Поколение помнят». Горожане и гости города вышли на центральную площадь и почтили память погибших воинов Великой Отечественной войны минутой молчания. После чего на братскую могилу легли цветы и венки. У памятника встретились люди разных поколений. Их объединил главный праздник нашей страны. И бесконечная благодарность героям за мирное небо и свободу. Мне пришлось тоже защищать нашу советскую государство. Нас, правда, осталось мало, но нас не забывают. Пожелаю всем крепкого здоровья и чтобы не было войны, чисто не было. Продолжение торжественной программы на площади Речицы прошел молодежный флешмоб и представление с участием воспитанников военно-патриотического центра СКИФ. О военных временах напоминала и территория около театра Калинина в Гомеле. Импровизация военных моментов, отрывки фильма в августе 44-го и «Солдатская каша». Дорогие и такие тяжелые воспоминания для ветеранов. И очередное напоминание о том, как важно сохранить мир в будущем для молодежи. Пока двигалась очередь за «Солдатской кашей», мы пообщались с участниками праздника. Очень приятно было отметить, что через одного – это гости не только из других городов, но и из соседних стран. И приехали праздновать День независимости в Гомель специально. Гордость за нашу страну. Несмотря на такую погоду мы пришли, но не успели, правда, на парад, смотрели по телевизору. Для нас это большой праздник. Вот мы приехали с Минска прямо на этот праздник. У нас воевали дедушки, бабушки, пережили, как говорится, все трагедии с ними вместе. И каждый год отмечали этот праздник. Отличный праздник. Хорошо, что даже все-таки осталась какая-то история, что люди могут прикоснуться, что люди могут почувствовать. И как бы вот даже плохая погода, она не мешает все равно торжествию, когда солдаты стреляют. И нам же так приятно, как бы, вот этот кусочек ощутить, как бы, той историей, чтобы она не уходила в тот век. Я приехала к вам с Украины, с города Киева, именно на этот праздник, чтобы увидеть вот эти ценности, которые сохраняются в вашей стране. Эту историю, чтобы подышать, побыть в этой обстановке, увидеть то, что дорого сердцу каждому. Я благодарна вам, Республике Беларусь, моей родине, потому что я отсюда родом. То, что вы сохраняете, цените и воспитываете это в поколении, вот в молодых людях. Я приехала из города Житковичи. Мне очень нравится в Гомеле. Здесь всегда проходят праздники, очень красиво, торжественно. И я тоже служила в армии. Поэтому, можно сказать, сегодня и радостно, и в то же время и селёжно. Мы приехали из Санкт-Петербурга, из России. Очень рады, что попали на этот замечательный праздник. Поздравляем нашу любимую Беларусь. Желаем ей процветать, квитнеть и всего самого хорошего. Мы очень любим Беларусь и всегда очень рады сюда приезжать. С праздником поздравляю. Квитней, Беларусь! С праздником! На соседней улице Ланге прошла выставка брендов Гомеля. Экспозиция с логотипами предприятий, по которым наш город знаменит за рубежом. В их числе «Спартак», «Коминтерн», «Кристалл», «Мелковито». Здесь же провели театрализованный концерт. Особенностью Дня независимости стал и инклюзивный забег. Люди с ограниченными возможностями сделали своё праздничное шествие. Отмечали День независимости гомельчане и гости города на протяжении всего вечера. Проходили концерты, фестиваль уличной культуры. Работали выставки, детские городки, аттракционы, интерактивные зоны, арт-пикник и город мастеров. Кульминацией дня стала акция «Споём гимн вместе», после которой небо над Гомелем озарил праздничный салют. Традиционно во второе воскресенье июля в нашей стране отмечается День налоговых органов Республики Беларусь. Накануне праздника в Гомеле и районах прошли торжественные собрания и отраслевые встречи. Были подведены итоги и отмечены лучшие сотрудники. Кстати, в 2017-м работа областной инспекции признана лучшей в стране. Об этом в интервью программе рассказал начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Гомельской области Владимир Девойна. Достаточно много сегодня говорят о самозанятости. Это понятно. Мы видим, что и государство идёт навстречу этому компоненту, шлифуется нормативная база. На Ваш взгляд, какие сферы для развития своего дела, для начала своего дела, наиболее выигрышные здесь на Гомельщине? В 2017-м году, в конце года, 4-й, 3-й квартал главой государства было подписано 8 нормативных документов, в том числе указ 337-й, который дополнил виды деятельности, которые осуществляются физическими лицами без государственной регистрации. 30 видов деятельности. Сегодня в Гомельской области это порядка 3700 человек, но это, конечно же, не предел. Вы правильно подчеркнули, это самозанятость. Наши соседы из Брестской области имеют чуть-чуть больше количественных составов, порядка на 2000 и больше. Это, скажем, направление, куда нам надо тоже стремиться. Но виды деятельности, такие как розничная торговля, оказание сельскохозяйственных услуг, оказание услуг парикмахерских, по ремонту обуви, оказание услуг компьютерных, вот эти виды деятельности, которые сегодня наиболее востребованы на Гомельщине. И вот этой категорией физических лиц по состоянию на вчерашнее число было уплачено порядка 290 тысяч единого налога в бюджет именно Гомельской области. То есть, с одной стороны, задача вывести определенное количество бизнеса из тени, а с другой стороны, большое количество людей подтолкнуть к самозанятости, к тому, чтобы люди достойно жили, развивались. Совершенно правильно. На Гомельщине очень большой удельный вес занимают предприятия, скажем так, юридические лица. И немножко меньше, по сравнению, например, с Брестской областью, это частные предприятия, микроорганизации, индивидуальные предприниматели, и в том числе физические лица, которые могут сшлять деятельность без государственной регистрации. Вы правильно подчеркнули. Самозанятость – это источник получения дополнительного дохода. Это благосостояние нашего общества, это социальное развитие нашего общества. Говоря о контрольной деятельности, понятно, что без нее никуда. Какую задачу ставите перед собой и коллегами, работать не мешая? Задачу поставили не мы. Задачу определило нам время, и, соответственно, задачу в 78-м указе в своем глава государства ее четко и конкретизировал. Работать с бизнесом, не вмешиваясь, точнее, минимально вмешиваясь в его деятельность. Сегодня мы отошли от тех контрольных мероприятий, которые проводили на территории или в помещении бизнесмена или какого-то юридического лица. Работаем в удаленном доступе, проводим камеральный контроль, используем те информационные ресурсы, которые за последнее время получила в развитии налоговая система. Та самая база электронных счетов фактур позволяет налоговой инспекции, не выходя из помещения, анализировать полноту представления уплаты налога на добавленную стоимость, принятие налоговых вычетов, отражение выручки в учете. И основной здесь принцип – это уведомить плательщика о тех, скажем так, разногласиях, которые были определены в результате камерального контроля. То есть дать возможность на исправление. Да, не составляя никаких актов, ни акта проверки документальной, ни камеральной проверки. А отправить ему уведомления, более 2111 уведомлений в этом уже 2018 году направлено плательщикам, и результатом этого явилось 18,2 миллиона добровольных платежей, которые заплатили плательщики. Без применения административных штрафов, без начисления, соответственно, ПИНИ. Потому что они направляются, как я говорю, в максимально короткие сроки. Вот этот принцип, который и в дальнейшем будет придерживаться налоговая система – минимизировать вмешательство в ведение бизнеса. Но в то же время бизнес должен понимать, что налоги и свои налоговые обязательства надо выполнять в полном объеме. Вот это взаимодействие позволит развиваться экономике. Вот уже пошли короткие тезисы, которые можно назвать секретами и слагаемыми успеха. К чему веду? Знаю, в 2017-м деятельность областной налоговой инспекции признана лучшей в Беларуси. Вот в чем секрет? Ну, деятельность не областной налоговой инспекции, потому что областная налоговая инспекция – это мы, как структурное подразделение. А деятельность работников инспекции Гомельской области была признана действительно лучшей в Республике Беларусь. А это сплоченность. Это работа всех коллективов, всех 13 налоговых инспекций области. Но в 2017-м году провели оптимизацию. В некоторых районах остались отделы управления по работе с плательщиком. Но зная цель, зная задачи, которые надо выполнять и которым надо стремиться, проводя большую информационно-разъяснительную работу, работая в контакте с налогоплательщиками, мы получили самый главный результат. Это 94% добровольной уплаты платежей в бюджет. И вот своевременность поступления платежей в бюджет, их полнота, потому что задолженность, она, конечно, имеет незначительный удельный вес, и позволила получить, скажем так, налоговую инспекцию Гомельской области быть результатом 2017-го года первым. Что бы в завершение пожелали этой большой, дружной налоговой семье в настоящей команде? Наша налоговая семья в основном состоит из женского коллектива. Это более 84%. Здесь, конечно же, красоты и доброты, позитивного настроения, любви к своей работе, крепкого здоровья, творческих начинаний, реализации всех, скажем, планов, которые имеются у каждого работника налоговой системы. Ну и то, что я всегда желаю, это достойной оценки своего труда по результатам работы. Владимир Васильевич, спасибо за это интервью, успехов и только хороших новостей. Спасибо за предоставленные возможности. Вы смотрите новости недели. О том, чем еще были наполнены уходящие семь дней, в обзоре от службы информации. Председатель Госкомитета судебных экспертиз Беларуси провел прием граждан и ответил на звонки горячей линии в Лельчевском районе. К слову, это малая родина Андрея Шведа. С вопросами к генерал-майору юстиции обратились около 10 человек. Звучали и неправовые вопросы. Нехватка тротуарных дорожек, ремонт столовой на местном предприятии. Андрей Швед встретился с местной властью и обсудил варианты решения озвученных проблем. Также председатель Госкомитета пообщался с коллективом щебневого завода в Глушковичах. Посетил один из карьеров и ознакомился с перспективами предприятия. Сельскохозяйственные организации готовятся начать уборку зерновых. Как планируется, работы стартуют уже на следующей неделе. Первыми на поля выйдут комбайны в Брагинском, Хойникском и Наравлянском районах. Чуть позже к ним подключатся и остальные хозяйства региона. Многое зависит от погодных условий. Сейчас аграрии заняты преимущественно уборкой рапса. Гомельские и брянские лесоводы обсудили опыт борьбы с караедом. На территории Гомельского района прошел международный семинар. На данный момент единственная эффективная мера борьбы с вредителем – санитарная рубка. Одна из главных задач лесоводов – не допустить потери ценных качеств древесины, пораженной караедом, максимально вовлечь ее в производственный процесс. В нашей стране выработан алгоритм своевременного выявления и разработки усыхающих насаждений, которым специалисты поделились с российскими коллегами. В России Гомельской областной клинической больницы провели выездной прием пациентов в Хойникском районе. Это постоянная практика учреждения. Преимущество – отдаленным от областного центра и наиболее пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС районом. Консультируют на выезде самые востребованные специалисты. В составе группы, которая посетила Хойникский район, невролог, уториноларинголог, гастроэнтеролог, врач ультразвуковой диагностики. Специалисты также посетили на дому пациентов, которые не смогли прийти самостоятельно. Организации здорового образа жизни для сотрудников на примере Гомсельмаша было посвящено выездное заседание Республиканского межведомственного совета. Сначала на предприятии состоялось собрание. Участники встречи узнали о том, как производственников мотивируют следить за своим здоровьем и каких результатов удалось достичь в этом направлении. Потом прошли по цехам. Холдинг Гомсельмаш – это почти 15 тысяч работников. Для эффективной работы важно, чтобы коллектив был здоровым. И здесь нужно не только организовать для людей достойные условия труда и отдыха, но и заинтересовать их вести здоровый образ жизни. Дети, рожденные в День независимости Республики Беларусь и их мамы, принимали поздравления от активистов Общественного объединения «Белая Русь». 3 июля для их семей стало двойным праздником. Всего в День независимости нашей страны на Гомельщине родилось 26 детей, 14 девочек и 12 мальчиков. Республиканская акция «Белая Русь с любовью к детям» проходит с 2009 года. За это время более 2700 матерей получили подарки в палатах родильных домов. Новости недели начинают цикл сюжетов, посвященных обладателям премии Гомельского облсполкома «Человек года». Специальная награда с 2009 ежегодно вручается за заслуги в профессиональной общественной деятельности. За это время ее получили 70 жителей региона. И сегодня наш рассказ о директоре открытого акционерного общества «Мозритек-сервис» Алексею Баранове. Он одержал победу в номинации «Человек на земле». Тему продолжит Светлана Князева. Я, конечно, в жизни всегда считал и считаю, что позволяя достичь благополучия – это труд. И я всем говорю постоянно, как и в семье, так и на работе, что достичь всего – надо трудиться. Однако к такой философии Алексей Баранов пришел не сразу. Вплоть до восьмого класса паренек Алеши из деревни Лисецк Олинковического района мало задумывался о слагаемых успехах. И лишь в старших классах молодой человек спохватился, подтянулся в учебе и поступил в Могилевский машиностроительный институт. Учился по специальности автомобили и автомобильное хозяйство. Алексей Самсонович, был ли в вашей жизни, а может быть и сейчас, есть какой-то такой добрый пример для подражания, который помогал жить, развиваться, добиваться каких-то успехов? Был друг, который был очень физически развитый, занимался спортом, много читал и так далее. И вот как бы он для меня каким-то примером, пример на вот этот заряд трудиться. Наверное, родители были пример, которые работали, работали и работали. Трудовой путь Алексей Баранов начинал мастером котельного оборудования на станции техобслуживания автомобилей в Мозоре. Там же работал инженером-контролером, главным инженером и начальником станции. Затем был опыт работы в агропромышленном комплексе. А начиная с 1990 года возглавляет открытое акционерное общество «Мозорь техсервис». Алексей Самсонович, ну что, покажете свои владения? Ну, давайте. Общая площадь территории предприятия более 8 гектаров. Количество работников – 160 человек. Если раньше «Мозорь техсервис» специализировался только на ремонте и обслуживании сельскохозяйственной техники, то сегодня это промышленное предприятие с широким спектром работ и услуг. Сегодня в Гомельской области это львиная доля селок кукурузных или пропашных, так сказать. Это наше производство. Мы видим зерновую селку. Ну, возник вопрос, и это было поручение губернатора сделать более простую селку. У нас эта кузня существовала и по проекту. Была проблема то, что не было кузнеца. Вот три года назад вот приехал Дмитрий, значит, предложил свои услуги. Решили попробовать. Попробовали – получилось. А теперь к новостям культуры. В прошлом выпуске мы рассказывали о премьерном спектакле Гомельского областного драматического театра «Гоголь Фатум». Эта и без того достаточно неординарная постановка в пятницу 13 июля будет показана и вовсе в нестандартном формате. Зрители приглашают окунуться в мистическую атмосферу закулисья и посетить ночной театральный сеанс. А тем временем во дворце Румянцевых и Паскевичей можно сейчас увидеть выставочный проект «Художественный текстиль. Красота и польза». Тут представлены уникальные рукотворные экспонаты столичных и гомельских мастеров. Подробности у нашего культурного обозревателя Вероники Ворошилиной. Культурные события уходящей недели в большинстве своем затронули тематику Дня независимости Республики Беларусь. Яркие музыкально-театрализованные программы стремились воссоздать события героического военного прошлого и одновременно отразить достижения современной, миролюбивой и гостеприимной Беларуси. Пожалуй, одним из самых запоминающихся творческих подарков ко Дню независимости для гомельчан стал концерт заслуженной артистки России Кристины Арбакайта. Со сцены певица поделилась, что имеет белорусские корни, а потому получать поздравления было вдвойне приятно. Я сегодня подобрала разные песни и знакомые вам уже давно, много лет, и может быть для вас будут немного новыми. Но, конечно же, я хочу, чтобы мы сегодня, несмотря на эту чудную погоду, ну что делать, вы знаете, дождь к счастью. Он как-то меня, честно говоря, ну не то что преследует, а сопутствует мне. Поэтому я думаю, что это все только к лучшему, для нашего сегодня счастья, для нашего сегодня будущего. Теплые слова, поздравления и эмоции от посещения гомеля Кристина Арбакайта высказывала буквально после каждой музыкальной композиции. Романтические мелодии, которые охотно подхватывала публика, объединили несколько поколений. На трибунах центрального стадиона и совсем юные поклонники и люди уважаемого возраста. Казалось, энергетика артистки распространилась на всех без исключения. И даже дождь, который то и дело принимался моросить, не смог испортить атмосферу истинного музыкального наслаждения. В День независимости в Гомеле развернулся праздник в Шиванке. Развлекательная программа проходила под патронатом БРСМ. Ремесленники и мастера представили национальные костюмы, рушники и многочисленные другие изделия и сувениры с элементами традиционного белорусского орнамента. Для гостей праздника проводились мастер-классы от народных умельцев, а на концертной сцене выступала талантливая студенческая молодежь. А во дворце Румянцевых и Паскевичей на уходящей неделе открылась выставка «Художественный текстиль. Красота и польза». Она включила неповторимые по своему замыслу и воплощению картины на шелке, мягкие витражи в технике лоскутного шитья, тканы и гобелены в народном стиле. Представлены оригинальные рукотворные экспонаты, созданы умелыми гомельскими и столичными мастерами. На открытии выставки для всех желающих был организован познавательный мастер-класс по созданию тканых изделий. Загадочные древние обряды, музыкально-театрализованные выступления, занимательные мастер-классы, выставки и игровые программы. В регионе весело и масштабно отметили традиционный летний праздник Купалье. Это одно из самых аутентичных и колоритных древнейших народных торжеств, посвященных солнцу и расцвету природы. Традиционно в программе волшебной купальской ночи – песни, танцы, хороводы, прыжки через костер, угощение национальными блюдами, плетение венков и гадание насуженного. Чем порадует следующая неделя, узнаем прямо сейчас. Артисты Гомельского областного драматического театра готовятся представить премьерный спектакль «Любовь без тормозов». Зрители ожидают яркая комедийная история о необычном любовном треугольнике, вершиной которого становится молодая женщина с весьма неожиданными решениями, поступками и умозаключениями. Здесь же на сцене облдрамтеатра на следующей неделе состоится ночной показ недавней премьеры «Гоголь-Фатум». Перед началом спектакля всем присутствующим предложат окунуться в мистическую атмосферу закулисья. Гости окажутся в самых потаенных и загадочных уголках театра. А путь в зрительный зал будет совсем непривычным, наполненным неожиданностями и сюрпризами. Самыми интересными культурными событиями вас знакомили Вероника Ворошилина и Евгений Макеенко. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». На этом у меня все. Мы встретимся вновь в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok